Выставка говорит о том, что каждый человек мог бы себе позволить такую арт-терапию. Учился он где-то, не учился он, профессионал, не профессионал, это не имеет значения. Я тоже не профессионал в живописи-графике. Я рисовать начала последние несколько лет, особенно когда я шла в Асвайду, два года. Для меня эта выставка о том, что мир одного человека может быть очень увлекательным. И мне очень близка жизнь Зои, потому что если посмотреть, здесь три языка. И это то, как сегодня мы думаем, и как мы живем. И это мир женщины, и мир смешанный. Это не про деревню, как может показаться, если мы думаем про народное искусство, что это про деревню. Это наоборот очень про космополитичный мир. Про то, как мы сегодня все смешиваем и можем рассказывать про все. Но нам не нужно рассказывать только про одну. А мои любимые, можно я покажу мои любимые картинки? Ну, потому что когда мы думаем про народное искусство, мы всегда думаем не только про технику, но мы думаем всегда про содержание. Что они должны быть одинаковыми. Если это народная куколка, то она должна быть про хлев, про животных, в лучшем случае про березу. А когда у тебя куколка, как из Идмуртии, а у нее двойка по-эстонскому, и живет она в Тарту, а не в деревне, то получается очень честно, очень правда. Потому что вот так и есть. Так получилось. Так и весело, а весело, потому что очень правда. Вайду – это, ну, кинодокументализм. В конце жизни он уже много рисовал кино. То есть он был и режиссером, и монтажером, и оператором. На футуристическом фестивале, куда меня притащила подруга, просто за шкирку она меня посадила на поезд и притащила сюда. И в первый же день Вайду услышал, как я болтаю про этнофутуризм, про то, что я делаю в Бураново видеоперепись, фотоперепись, почему я это делаю, и почему меня там в своем отечестве не принимают и как бы игнорируют. И Вайду сказал, так у меня тоже самое. И потом он подошел и сказал, мы похожи. Мы были первые 10 дней вместе, а потом он сказал, ты должна приехать сюда. И я думала, что, конечно, я не могу не приехать, потому что это было совпадение такое. Я не знаю, у меня такого в жизни никогда не было. Это было волнение реально, это я такая стружка, и я волнуюсь. Да, я удивительна. И, конечно, после того, как он ушел, этот жутчайший контраст найти и потерять, я не знаю, как я думаю. Я не знаю, выжила ли бы я, я прибежала вот в Союз, надо думать, как-то мне выжить, мне надо как-то остаться живой. И меня взяли в Союз, в Тарту, что мне очень обрадовалось. Обрадовала ей. Я записалась на очередь, меня опять же взяли. То есть как-то я себя пыталась реабилитировать так, и мне как бы помогали. Может быть, это Вайду с небес помогает. И мне надо сказать о нем, или, может быть, надо сказать о том, что любовь прекрасна, сильна, и она дает нам силы жить. И что мы, в конце концов, умираем, а что после нас остается, это вот я осталась с его наследием и сделала музей-квартирник. Туда может любой человек прийти и просто подумать про свою жизнь. Продолжение следует...